Дорогие друзья, мы продолжаем наслаждаться отдыхом в Алуште. Правда, сегодня, 22 сентября, температура несколько упала, до 17 градусов, но море-то тёплое, поэтому по-прежнему можно купаться. Кстати, именно в Алуште снимали фильм «Кавказская пленница» в 1966 году. Мы направляемся в музей писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. Он расположен рядом с музеем Бекетова. Мы видим ничем не примечательный дом с синими рамами. Зато какой замечательный вид на море открывается! Здесь что-то вроде смотровой площадки. Очень приятно любоваться на море. Я думаю, дом с видом на море – мечта многих. Надо отметить, что именно в этом доме Шмелёв не жил. На фотографии вы можете видеть его дом, который расположен неподалёку. Но по некоторым причинам создать музей удалось только в этом доме. Иван Сергеевич Шмелёв – православный писатель-гуманист, публицист. Автор трагического произведения «Солнца мёртвых». В первом зале на репродукциях изображены виды старой Москвы, где прошло детство Шмелёва. Семья Шмелёва была очень верующая. Во втором зале воссоздан кабинет писателя. Вы можете видеть, что кабинет очень светлый. У окна круглый стол для чаепития. Здесь письменный стол, за которым работал писатель. Над столом икона. На стене крымские пейзажи и фотографии близких. У стены книжный шкаф. На столе портреты Пушкина, Чехова, Достоевского и Гоголя. Обратите внимание, свежие цветы. Я думаю, в такой атмосфере работать было приятно. Всегда можно отвлечься от работы и посмотреть на море. А пить чай, наблюдая за волнами, вдвойне приятнее. На стене иконы, старинные часы. Среди фотографий близких в центре фотография Шмелёва с женой и сыном Серёжей. В последнем зале классические музейные витрины, рассказывающие о жизни и творчестве Ивана Сергеевича Шмелёва. Сначала он был похоронен во Франции, а затем перезахоронен в Донском монастыре.